У вас крысы, мы только что ходили на улицу, у вас на окне, на кухне ползают крысы. Крысы, крысы, это эти самые лонгусты. Даже до смешного они сняли унитаз, то есть зачем, для чего. И самое это интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну. На Украине был эксперимент по созданию отдельной нации. Не украинской, подчеркну, румынской. Так, со своим холодным сердцем губернатор Ставропольского окраина Владимир выгоняет нас, ветеранов труда, инвалидов, детей войны на улицу с малолетними детьми. Російський окупант, який приїхав у відпустку до рідної Буряції, почав скаржитися, що за його відсутності злоді обчистили будинок. І вкрали, знаете, що найцінніше – унитаз. Розруха, все разбросали, теплый пол весь повырывали, блок с него сняли, вырезали. По большому счету дома не осталось почти ничего. Эта комната осталась в том же состоянии, в котором она была после грабителей. Хозяева дома пока не успели здесь убраться. Как видно, преступники сломали здесь диван, разбросали игрушки, другие вещи. А книги из домашней библиотеки, например, использовали в качестве растопки. Общий ущерб от ограбления пострадавший оценивает в более чем 1 млн рублей. Самый дорогой ущерб – это был автомобиль, дизельный генератор, дизельная пушка, то есть весьма дорогая. На нашем же участке есть у нас пристройка, в ней много инструментов рабочих находилось, и дорогого, тоже качественного, тоже это все вынесли. Но вынесли уже, залезли они сюда повторно. То есть уже после следователя, после всего, когда это все прошло, мы это уже запечатали обратно, они повторно зашли. Вон то помещение, которое у нас на участке находится, вскрыли, из него уже забрали то, что не забрали в первый раз. Но украли не только ценные вещи. Среди пропаж – различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью, весну детей переодевать, а одевать не в чего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мою одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть зачем, для чего. И самое интересное, весь мусор, который после разборки унитаза здесь был, они аккуратно сложили в урну. Один момент интересует. Где мораль? То есть я убиваю добровольственное СВО, то есть я воюю в чужой стране, я на чужой земле буквально кровь свою проливаю за свой народ, за свою республику. То есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаружил, что меня вскрывают дома, угоняют машину и обчищают его. То есть где мораль? А тим часом інший російський військовий, він же окупант, розповідає, чому заробити на війні в Украине не вийде. И відмовляє росіян ехати на так звану СВО за грошима. Не думайте, что вы здесь за год там станете миллионерами, что вы там со всеми своими долгами распутаетесь. Да, возможно, частично что-то покроете, но цена этому очень велика. Ещё раз говорю, может, всё закончится в один день. Вот как мне, мне, допустим, повезло. Могло не повезти. Будь бы у бабы и два снаряда, я бы сейчас лежал бы там в подвале с закупанным. И неизвестно, когда вы нарастали, потому что сложно. Понимаете? Так что как-то так. Так, если вы чисто хотите именно заработать, старайтесь заработать дома. Были такие случаи, когда мы закатывались, первый наш закат, да? Вот. И парни там с других подразделений, которые прибыли вместе со мной, погибали в этот же прямо день. Вот в первый день. Вот вчера, не только с учебки, так сказать, да? С двухнедельных курсов. А сегодня он закатывается. Он дали сильный рынок, не добегает пару метров. Его пулеметчик взбревает. Он погибает тут же, падает 200. Вытащить его не вариант. По-моему, его до сих пор еще пока не вытащили. Потому что там зона такая опасная. А ось еще какие реалии життя бывают на Росії. Пенсионерка начала разводить у квартиры щурев, думаю, что это мангусти. Мешканцы будинку на улице Карла Маркса в Озерську поскаржилися на соседку. У квартирі пенсионерки просто кишить щурами, у підъезді стоїть нестерпний запах і перегризані інтернет-кабели. Жінка впевнена, що у її квартирі живуть мангусти. А потраплять вони, знаете, як через дірку у підлозі. У вас крыси, ми тільки що ходили на вулиці, у вас на окне, на кухні ползують крыси. Крыси – це мангусти. Какі мангусти? Зону буде зоологічна поліція, я обращу зоологічну поліцію, вони заберуть їх. Дякую за перегляд! Не мишки, а мангусти. Че у вас тут происходит? Нужно забрать мангусту. Чого? Ага. Хоча, беруть мангусту, я не могли бы выключити мангусту, а? Ага, хорошо. А вы закройте, я постоял, посмотрю на увлений. Вот вони, мишки, вот вони, крыски. Твою ж мангусту, так вот, в комнате. Ага. Я сама срока я. Не, че я дякую порваю? Не, ты щось бы… Уходи. Твою ж мангусту, мишки пищат, крыски. Кто они там? Все перегрызли. Вот она попрыгала. Вот она все перегрызла, не только она одна, их дохалка. Их много, много. Было 10. Вот она? Да, было 10. Было 10. Да, ну нельзя в таком вот жить. Ну а что я могу поделать? Конечно. Даже я могу поделать, я не буду их коржать. Конечно, конечно, мы вот так. Ну да, и… Конечно, мы будем стараться, стараться, конечно, чтобы вы избавились от них. А это ось у Ставропольскому краю жители аварийного будинку просто благают доброго царя розібратися с происками НАТО. Икони, діти и портрет царя. Все как надо. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сообщаем вам о возможной противозаконной преступной деятельности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Возможно, работающего во взговоре с внутренними врагами и на агентами по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины и стран НАТО, которые нацелены на дискредитацию действующей власти и дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Так, со своим холодным сердцем губернатор Ставропольского края Владимирович выгоняет нас, ветеранов в трудах, инвалидов, детей и войны, на улицу с малолетними детьми. Не оставьтесь в стороне, помогите нам. Тим часом на Гебельс ТБ не втомлюється заявляти одне й те саме. Знов ті кричать, що української нації не існує. Ті просто розкрили ще одну змову неіснуючої нації. Виявляється, що під час Другої світової війни в Одеській області проводили якісь експерименти з румунізації населення. На Україні був експеримент по созданню отдельной нації. Не української, подчеркну, румынської. В 1941-1943 годах в Транснистрии, це територія над Одеській областю, не на Одеській області, прошу прощення. Территорія Одеській області, там вот. Ну, кусочек там, который идет. Там румыны сами составили документы все. Там нет румын і нет бессарабців. Ну, вообще. Там 2%. Соответственно, была поставлена задача, причем задача была поставлена официально, чтобы в течение 20-30 лет эту территорию превратить в румынскую. Но не путем завоза бессарабців і румынців, в которых в Бессарабі і Румынії, ну, в общем, не то, чтобы вот были избытки. А была поставлена цель руманизации. Причем какой? Закрываются школы. Все. Национальные школы. Причем, в основном, прежде всего, украинские. Ну, основное население украинское. Потом, значит, полностью введение только румынской литературы. Потом перевод всей системы бюрократической на румынский. То есть придет крестьянин, а без румынского, то все, труба. Так, и результат какой, по-моему? Не успели. Два года. Не успели. Провалился. Они занимались вместо того, чтобы готовиться к войне. Их наши под Сталинградом. Ну, они уже настолько загрузили в своем прошлом, что полностью просто избавили свою же страну будущего. А еще в эфире, зокрема в Олечке Скабееве, продолжают втирать россиянам думку про то, что Россия в кольце врага. И для нас ясно одно. Все страны Европы входят в блок НАТО, который не только продолжает поставлять оружие Киеву, которым убивают российских солдат и гражданских, но и продолжает готовиться к войне с Россией. На границах с нашей страной, в частности в Литве, создается инфраструктура для войск НАТО. Сегодня в городке Шауляе Альянс обустроил новую базу. 30 лет назад там стояли советские войска. База в Шауляе уже третий подобный объект, который ввели в строй с начала года. Сообщается, что каждый военный городок имеет инфраструктуру для размещения батальона НАТО. Первый батальон в Литву отправился накануне. Бундесверк, как и 80 лет назад, снова двинул свои танки на восток. Разница в одном вместо пантеры и тигров Германия перебрасывает леопарды. А тим часом у Дагестані відбувається щось дуже цікаве. Там затримали міністра МНС Чечні. Инцидент стався ще 14 квітня, але він продолжил набирать оборців. Машину генерал-майора Лихана Цакаєва зупинили. Його попросили показати документи, вийти з машини, проте то відмовився підкорятися вимогам. Він розгортає своє авто, пробує не їхати на поліцейських. Тоді той автомобіль зупинять, водія з силою витягують, кладуть його на асфальт. Документів у нього із собою типу не було. І за даними ЗМІ, через деякий час міністра було відпущено. Ми догляд не проводили. І тут ось через кілька днів, навіть більше, з'являється самопроголошений главач Чечні Кадиров. Той називає затримання в Дагестані чеченського міністра провокацією. Чиновник нібито не чинив грубого порушення. А поліцейських, які витягли Цакаєва з машини, за його словами, треба гнати зі структури стрескам. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, обов'язково напишіть коментарі і чекайте на наступний випуск. Дякую за перегляд!